Я пришел в сознание, когда заходил на солнце. Нащупал у пояса пистолет, и стало как-то легче. Вроде как я не один. Во рту все пересохло. Дикая жажда. Слепаются глаза и нет сил. Начал ползти, метр за метром добрался до воронки от снаряда и решил переждать до восхода. Новый день поможет прояснить ситуацию. Напрягая всю силу воли, борюсь с беспамятством. Сжимаю пистолет, впиваюсь глазами в темноту, а ночи нет ни конца, ни края. Восхода я так и не увидел. Когда открыл глаза, солнце было уже высоко. Вокруг ни звука и ничего не видно сквозь траву. Так где же я? В руке компас, но он вышел из строя. Ну что ж, буду ориентироваться днем по солнцу, а ночью по звездам. Это золотое правило разведчика. Хуже всего, что мучает жажда. Ищу, чем бы смочить губы. Взял в зубы несколько стебельков, одна горечь. И сразу вспомнились цветущие луга. Клевер, сочная заячья капуста, щавель. Глотаю слюнки. Возникает дикое желание поскорее пробраться к своим. Но сам понимаю, враг наблюдает за полем боя. Если что, не избежать мне пули. Лежу на спине и думаю, в какую сторону ползти. Глазами впиваюсь в солнце, так и хочется стащить его вниз. А оно будто застыло на месте. Опять неодолимое желание вскочить и бегом к своим. Пусть даже пристрелян. Подавляю в себе эту дурацкую мысль. Выбрасываю вперед руки. Подтягиваюсь. Опять повторяю эту процедуру, от боли стискивая зубы. Ползти надо грудью, коленом, ступней. А все это уже простреляно. Солнце уже скрывается за горизонтом. Вдруг выстрел. Не с места. Жди темноты, приказывая здравый смысл. Надо подыскать укрытие. Отползая зигзагами, стараюсь нащупать ямку, вмятину, а кругом ровно. До боли прижимаюсь лицом к земле. И вдруг свисаю вниз воронка от снаряда. Ногтями углубляю ложе, высовываю голову. Ну где же наши? Где враги? Пули беспорядочно снуют по всем направлениям. И ничего не поймешь. Становится не по себе. Чего доброго свои же пули и скосят. И все-таки наугад ползу со скоростью черепахи. И все думаю. Все ближе к нашим. Стемнело. В небе ракеты. Жужжат пули над головой. Нахожу глазами большую медведицу. Немного повыше полярную звезду. От нее обращаю взгляд на восток. Туда, куда мне нужно ползти. Никогда еще звездное небо не было таким прекрасным. Веки будто склеены. Голова пудовая. Боюсь уснуть, потерять сознание. До рассвета можно бы добраться до своих. Беспощадно щипаю себя. До крови кусаю губы. Стараюсь даже, чтобы раны больше не болели. Медленно тянется время. И вдруг на лице падает капля. Неужели дождь? Черная туча. Раскаты грома. Радость захлестывает сердце. Выкапываю ямку. Жду, пока наполнится. Потом беру в рот влажную землю. Сначала чувствую себя освеженным. Потом начинается неприятная дрожь. Сильнее, сильнее. Уже зуб на зуб не попадая. Жажда не проходит. Хочется пить взахлеб. А приходится довольствоваться жалкими глоточками. Под проливным дождем трясусь от холода. Сжимаю кулаки. Дождь перестал. Скоро она начнет светать. Выстрелы все реже. Выполз из воронки. Отыскал примерный прежде ориентир. Сломанное дерево на пригорке. Прополз метров десять. Лоб взмок от пота. Внутри будто что-то оборвалось. Слышу. Где-то разговаривают. Крепче стискиваю оружие. Ползу еще метров десять. Пятнадцать. Минуты кажутся вечностью. Если б только услышать родную речь. Был я тогда совсем молод. Однако уже не раз пережил тяжелые испытания. Но уловив немецкий говор, почувствовал себя совершенно подавленным. Машинально зашептал. Где же я? И инстинктивно пополз прочь в страшной тревоге. Не ощущая ни боли, ни усталости. Понемногу овладев собой двигался уже осторожнее. Стараясь запомнить местность. Силы иссякали и обжигала боль. Чтобы обмануть голод. Перепробовал я уже всякие корешки и стебли. И вдруг чуть не вскрикнул. Щавель. От кислинки даже в глазах посветлело. Потом несколько цветков белого клевера. Пожевал головки и будто стало легче. Потом совсем расцвело. Опять надо ждать темноты. Разглядываю былинки откуда-то забредшего трудолюба муравья. Никогда еще природа не казалась мне такой увлекательной. Небесная синева. Может вижу я ее в последний раз. А когда наступил закат, я вспоминал столько чудесных закатов, пережитых мною. И опять волоку свое ослабевшее тело. Скорее бы к своим. Как будто топот ног где-то неподалеку передний край. Только чей? После долгих колебаний я выбрал место пониже и крикнул. Ни по-русски, ни по-немецки. Все затихло. Взвилась ракета. Я замер. Где-то сбоку автоматная очередь. Я отполз. Снова крикнул. Тишина. И вдруг. Верда! Кто там? Еще в школе заучил эти немецкие слова. Но теперь уже вовек их не забудут. Несколько очередей и все смолкает. Постепенно пробивался дневной свет. Я снова пытался ползти. Наткнулся на лопату. Котелок. Наши, советские. Лопатку забрал с собой. Еще одна ночь. После очередного приступа беспамятства я почувствовал что-то твердое под боком. Прикоснулся и окаменел. Мина. Малейшее неосторожное движение. И взлечу на воздух. Рассвело. Я обрадовался. Это советская противотанковая мина. Значит, свои близко. Но первым долгом надо было выбраться с минного поля. Я разглядел полоску примятой травы вслед моего ночного пути. Прополз. Метров пять я оказался за пределами поля. Увидел поблизости окопчик. Забрался туда. Не соображу, что делать. Передо мной мины. До переднего края метров триста. Я крикнул по-литовски. Дорогие, это я. Потом еще раз. Третий раз. До меня донеслись неясные звуки. Услышали. Весь дрожу от счастья. Скоро буду со своими. Пролежал я час. Другой. Третий. Уже полдень. Незаметно, чтобы в минном поле для меня делали проход. Утешаю себя, что при дневном свете это невозможно. Проследят вражеские снайперы. А стемнеет. Наши саперы возьмутся за дело и помогут. Стемнело. И все же никакого движения. А все тело цепенеет. Сейчас опять потеряю сознание. Наши открыли огонь из автоматов и пулеметов. И не пошевельнуться. Я понял. Меня считают погибшим и не верят, что я Бернатенас. Так продолжалось до нового рассвета. Стало ясно. Ждать, пока проделывают проход среди мин, бессмысленно. Оставаться лежать – гибель. Будь что будет. Выбравшись из окопчика, я прополз метр. Другой – третий. Обнюхивая каждую былинку, всякую подозрительную кочку, пробираюсь сквозь минное заграждение. Несколько часов спустя я оказался метров 40-50 от наших окопов. Меня обнаружили. Сквозь сон я почувствовал, как меня кладут на плащ-палатку и тащат. И вот я со своими, через 8 суток, от радости слезы потекли. Прижимаюсь лицом к грязной стенке окопа. Даже и она мне дорога. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok